Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Итоги выборов в Государственную Думу и задачи рабочего движения». Ведет занятие первый секретарь ЦК РКРП Степан Сергеевич Малинцов. Пожалуйста. Здравствуйте, товарищи! Задача партии рабочего класса – использовать все возможности для развития рабочего движения. В том числе использовать и парламентские возможности для развития внепарламентских форм борьбы. Но чтобы появились парламентские возможности, нужно принимать участие в выборах, как минимум. И вот этот опыт и участие в выборах, и использование парламентских возможностей для непарламентских форм борьбы ОРК РП есть. За все время у нас было всего два депутата. Это Владимир Федорович Григорьев и Виктор Аркадьевич Тюлькин. То есть фракции как таковой не было. И если есть претензии к депутатской деятельности наших товарищей, то хотелось бы послушать критические замечания. Может быть, что-то недоработали где-то? Скажите. В следующий раз сделаем лучше. Участвовать или не участвовать в выборах – это зависит от конкретной исторической ситуации в данный период времени. Не всегда есть смысл принимать участие, иногда надо бойкотировать. В каких случаях? Ну, например, идет нарастание революции, и участие в выборах может отвлечь. Рабочих увести в сторону, потушить пожар, который разгорается. В этих случаях надо бойкотировать и идти своим путем. Наверное, можно еще какие-то предположить случаи. Но это, опять же, нужно делать анализ. На выборах в Госдуму в 2021 году революция не нарастала, тенденций таких у нас не было замечено. Тем не менее, налицо ухудшение положения трудящихся было, увеличение пенсионного возраста. И вот в этих условиях буржуазия объявила плановые выборы в Государственную Думу. То есть, они были плановые. В отсутствие собственной регистрации, которую мы потеряли, Ротфронт имеется в виду, каким образом можно было принять участие в выборах? Мы здесь заявляли об этой тактике и предложили к ее исполнению. Речь шла о том, чтобы договориться с КПРФ, которая заявляет о себе как о представителе трудящихся. Тем более, они говорили о том, что готовы идти на Союз и создали даже некий народно-патриотический блок классовых, там разных и прочих сил демократических. И мы обратились непосредственно к Зюганову с тем, чтобы он включил в центральную часть списка КПРФ федеральную на проходное место представителя рабочего класса, который имеет опыт организации классовой борьбы непосредственно на производстве, пользуется авторитетом, доверием для того, чтобы он использовал возможности для развития непарламентских форм. При этом мы, понимая некую, может быть, ревность, какую-то странную КПРФ, предложили им даже не партийного рабочего, но известного в своей борьбе. Это Владимир Лесик, один из кандидатов был. Профсоюз МПРА, который участвовал в забастовках и в законотворческой деятельности, у него есть опыт участия в выборах, то есть наиболее подходящая кандидатура, проходная для КПРФ. Переговоры мы начали задолго, до даты выборов, почти за год. Ответы были уклончивые все время, ни да, ни нет, рассмотрим, да, хорошо. Хорошо. Встречались мы с Афониным два раза, один раз в Госдуме, второй раз он сюда приезжал, разговаривал он с Лесиком. Накануне они все тянули, ответа не давали. И накануне, когда уже должно было решаться, надо было проводить мероприятия по выдвижению, я разговаривал лично с Азюгановым по телефону, и он обещал бороться за кандидатуру Лесика. То есть ответ они не давали, но Азюганов сказал, что будет бороться. Борьбу он проиграл, окружение его убедило Лесика не включать список. И поэтому на выборы в Госдуму партию ГПРФ повел лично Азюганов со своими сослуживцами. При этом надо отметить, что в этом центральном списке было два кавалера медали Столыпина. Сам Азюганов и Кашин, его ближайший сподвижник. Видимо, это вот так Путин, Медведев, режим его оценили. Деятельность за все предыдущие годы. Наградили этой наградой, которую Ленин Столыпин называл обережителем. Итоги выборов, в принципе, представлены здесь, на этой таблице. Еще раз я напомню, вы их слышали, конечно. По списку 110 миллионов человек приняли участие в выборах 52% по данным Центральной избирательной комиссии. В выборах участвовало 14 партий. Все вот эти партии, они имеют льготу федеральную, то есть участвуют без сбора подписей. Политические партии, которые прошли по спискам партийным, их 5. То есть надо набрать определенное пороговое значение для того, чтобы получить депутатские мандаты. Единая Россия, за нее голосовало 28 миллионов человек из 110, то есть налицо отсутствие массовой поддержки. Она себя преподносит как народная партия, партия всего народа, партия всей России, правящая партия. Но поддержка у нее даже со всяким административным ресурсом и прочим достаточно низкая. КПРФ набрала 11 миллионов и получила 48 мандатов по партийным спискам. Справедливая Россия и ЛДПР по 4,2 миллиона, по 19 у них. И прошла партия «Новые люди», которая получила 13 мандатов, проголосовав за нее 3 миллиона человек. Все остальное это в округах, по округам, что получили данные партии. Еще есть 3 партии, которые прошли в Государственную Думу. Партия Роста, Родина и Гражданская Платформа. По одному человеку у них победила по округам. Мы видим, что Единая Россия по спискам имеет не очень большую поддержку. И основные депутатские мандаты получили за счет избрания по округам. То есть, здесь их ресурс сыграл основную роль для прохождения в Думу. 198. Все остальные партии на обратная картина. То есть, основные мандаты были получены по спискам. Это говорит о том, что буржуазия научилась с помощью определенных мероприятий регулировать состав Думы, кто проходит, кто не проходит. Она не заинтересована в том, чтобы партия рабочего класса попала в Думу. И хотя Зюганов все время говорит, что он выступает за честные выборы, но честные выборы с самого начала, они нечестные, потому что условия у всех разные. Эти партии, кроме пятой, имеют бюджетное финансирование по 152 рубля за голос. У них огромные, многомиллиардные поступления ежегодные. У них есть депутатский корпус с большими зарплатами, большими возможностями. Они все время мелькают в телевизоре, в разных шоу и прочих программах. Они как бы все время крутятся на виду у всех. И соревноваться они хотят честно с партиями, которые представляют интересы трудящихся, и не имеют таких материальных ресурсов. И еще и подписи им собирать надо, вдобавок ко всему. Поэтому здесь все вот эти стенания Геннадия Андреевича, они сводятся совсем к другому. Не к честности, а к честному в лучшем случае, к честному подсчету голосов. В лучшем случае. Хотя голоса считают тоже, понимаете, все вот эти партии, они все представляют интересы буржуазии. И какой там расклад голосов не ляжет, буржуазия все равно останется у власти. И по большому счету для трудящихся это имеет малое значение. Но тем не менее, на выборах мы слышим, что все время идут фальсификации. В том числе и на этих выборах были фальсификации. Тем более, впервые в истории, наверное, было объявлено трехдневное голосование. Три дня ходили, контролировать очень сложно. Это не за один день. И была еще опробована новая форма голосования через интернет. И вот это все позволяло подгонять результаты под нужные значения, под заданные. Спрашивается тогда, если все равно побеждает буржуазия, зачем же тогда вот эти манипуляции? Речь идет о том, что сама буржуазия, она не единая. Там есть разные противоречия. И вот эти слои, эти группы, они конкурируют между собой за представительство Госдуми. Поэтому они сами провоцируют все эти нарушения, подкупают избирательные комиссии и прочее, прочее злоупотребление. Это, конечно, вредит совокупному капиталисту. И поэтому ЦИК и прочая система пытаются как-то удержать уж от совсем крупных фальсификаций, от совсем явных. Поскольку легитимность этого органа, института буржуазии, она падает. Чем больше фальсификаций, тем меньше доверия к этим, сказать, деятелям. В результате мы видим, что прошло пять партий. ППРФ набрала 11 миллионов и получила из бюджета ежегодно 1,6 миллиарда рублей. То есть вот она заработала. Она прибавила 15 мандатов по отношению к предыдущему. И Зюганов, наверное, считает, что сыграл успешно на этом поле. Единая Россия хоть и потеряла 19, но, тем не менее, сохранила конституционное большинство. И все, кто надеялся, что с помощью этих выборов что-то изменится, надежды эти не оправдались. Все как было, приблизительно все так и осталось. Партия «Новые люди», совершенно новая, так сказать, величина здесь появилась. И ее задача, скорее всего, это сработать на электорат «Яблоко», привлечь на свою сторону. Отличие «Новых людей» от «Яблока» состоит в том, что «Яблоко», как партия, ориентировалась и представляла интересы западных империалистов на «Новые люди», российских империалистов. Вот и вся разница между этими партиями. А по своим установкам и программным положениям они похожи. Есть еще одна особенность. Не все, может быть, знают. С 2018 года приняли закон, по которому парламентские партии могут учреждать общественные организации, которые будут финансироваться из бюджета. И КПРФ мало того, что имеет депутатов, их зарплаты, миллиардные поступления, еще и учредила такую общественную организацию, которая финансируется за счет, за наш с вами счет, по сути дела. Какая цель участия у партии рабочего класса в выборах? Ну, прежде всего, провести агитацию. Даже если мы не получим мандата, все равно мы используем интерес к выборам. Какие-то возможности, ресурсы, которые представляет сама буржуазия для агитации, равные для всех, они несоизмеримы с этими партиями. Но, тем не менее, какие-то крохи достаются. Проводится агитация. Ну, и взвеситься, посмотреть, насколько сильно наше влияние в рабочей среде. И Энгельс говорил, что выбор – это показатель зрелости рабочего класса. Вот если рабочий класс голосует, он не составляет большинство населения, но если он голосует за свою партию, за своих представителей, он, значит, созрел для более решительных боев. То есть, это показатель зрелости его. Вот это все проверяется на выборах, поэтому здесь участвовать нужно. Но буржуазия оттесняет. И вот здесь мне непонятна позиция наших товарищей из рабочей партии России, которые также говорят, что не надо участвовать в выборах, потому что якобы парламент буржуазный, участвовать не надо. В чьих интересах эти заявления делаются? На мой взгляд, в интересах буржуазии, которая говорит то же самое. Не надо вам участвовать, тренируйтесь. Значит, о тактике я рассказал. И вот РКРП реализовать ее в полной мере не удалось на федеральном уровне. Тем не менее, мы договорились с региональным отделением КПРФ и провели здесь выдвижение и агитацию наших представителей по спискам КПРФ и ЗАГС Собрания. Дали нам округ, и мы использовали и предлагали выдвигаться в качестве кандидатов представителям рабочего класса. Один из претендентов был такой с Кировского завода товарищ. Пришел он к нам из движения «За новый социализм», но не к нам, а мы его узнали, как активиста движения «За новый социализм», которого разбудил Платошкин. Он работал на заводе, вошел в профсоюз, избрали его председателем циркома. Ему предложили участвовать в выборах. Но самое интересное, что за вот это время нашего короткого знакомства он успел вступить в рабочую партию России, а поскольку там установка не участвовать в выборах, то он отказался от участия в выборах. Мы на него надеялись, потому что у нас и на выборах президента был с Кировского завода, на выборах губернатора с Кировского завода. И тут вроде надо было продолжать эту линейку дальше, но тут не получилось. Значит, цепь прервалась. Участвовали по выбору в Санкт-Петербург у нас первый секретарь Ленинградского комитета и от профсоюзов Юрий Курнаков, классовые профсоюзы системы СПР. Мы видели нарушения, поскольку участвовали, но при этом Зюганов хоть и говорит, что от него отбирают голоса. Вот на выборах в ЗАГС собрания города мы видели, как кандидатам от КПРФ прибавляют голоса. В частности, некий Звеев такой кандидат, депутатой был, выдвигался он. Там, где он шел, КПРФ обогнала Единую Россию, вышла на первое место и набрала в два раза больше голосов в процентном отношении, чем в среднем по городу. Спрашиваются, что там такое произошло. Если посмотреть вот так внимательно, то там очень был большой процент надумного голосования. Если в обычном округе 500 человек, то там 6 тысяч. И вот эти все 6 тысяч, они голосовали за КПРФ, получается. Что достаточно странно, да, почему так много и почему все за КПРФ. Видно, что это административный ресурс работал в данном случае в пользу КПРФ. В Москве мы видели другое. Побеждали сторонники КПРФ, но за счет вот этого голосования электронного, в последний момент вдруг их, так сказать, на вторые позиции перекинули. И Рашкин, один из лидеров московского, так сказать, депутатского вот этого движения от КПРФ, был возмущен и начинал инициировать акции протеста. Но вот здесь в чем отличие нашей партии от остальных? Мы говорим, что рассчитывать можно только на собственные силы, на свою собственную организованную борьбу. И мы идем для того, чтобы помочь вам организовываться. Что говорит КПРФ? Голосуйте за нас, и мы примем нужные законы, повернем, развернем страну нужным путем, и вы заживете хорошо. То есть они сделают. И вот когда избиратели проголосовали за КПРФ, которые надеются, что за них кто-то чего-то решит, и вдруг эти люди призывают их выйти на улицу и отвоевать те голоса, те мандаты, которые якобы теряет партия. Ну так эти люди не готовы сами бороться. Они как раз думали, что КПРФ за них все решит, а тут оказывается на практике-то не получается. КПРФ сама решить не может, обращается к ним, вы выходите, вы давайте добывайте нам эти, обратно возвращайте, с помощью протестов, голоса и прочее, отменяйте итоги выборов, результаты пересматривайте. Поэтому это не сработало, конечно, избиратели КПРФ не вышли, кроме немногочисленных активистов, которые проиграли. Поэтому протесты развернуть по этой пути не удалось. РКРП весь избирательный цикл информировала своих сторонников, рабочий класс, читателей интернет-ресурса о действиях, рекомендовала их принимать те или иные решения. Например, о переговорах с Зюгановым было выпущено специальное заявление по итогам, что не получилось, что КПРФ себя в очередной раз показала с этой стороны. Мы предполагали, что они откажут, поэтому мы и предложили КПРФ не РКРП, не члены РКРП, а обычного товарища из МПРА, беспартийного, чтобы они на своем опыте увидели, что из себя представляет КПРФ. Можно сколько угодно говорить, но вот когда ты получаешь свой собственный опыт, сразу понимаешь, что это за партия. Поэтому, понимая, что, скорее всего, будет отказ, и была использована эта тактика, чтобы не только мы увидели, но и МПРА, профсоюз МПРА увидел. Это повторяется, вот этот отказ. Это он раньше был в 2011 году, когда шли переговоры с КПРФ, обключение одного из представителей, там был из профсоюза докеров, и от защиты кандидатуры, предложенной Зюганову, и он все вроде нахваливал эти кандидатуры, и говорил, да-да, хорошие, будем включать. И в последний момент отказал, включил Черкесова, минерала ФСБ, личного друга Путина. Поэтому здесь отчасти где-то повторилось. Он боролся, нашего кандидата Лесика, но не удалось ему преодолеть. Перед непосредственно голосованием мы выпустили заявление, где сказали, что вот из этой партии выбирать, собственно говоря, некого, как ни голосуешь, расклад не меняется. И надо идти и голосовать против всех, тех, кто решил прийти, принять участие в выборах. Однако это не исключает, что по одномандатным округам могут быть отдельные товарищи, которые будут полезны для рабочего движения. Если такие товарищи есть, то тогда надо голосовать по одномандатным округам за конкретного человека. Политических партий нету, одномандатные могут быть. Поэтому вот такая наша позиция была на этих выборах. После окончания выборов по итогам было выпущено заявление полицовета. Дорога на спуск она называется, опубликована она в наших ресурсах тоже. Речь там шла о том, что Единая Россия потерпела моральное поражение, вообще говоря, на этих выборах. Когда мы видим 28 миллионов от 110, это со всеми натяжками, со всякими бюджетниками, подтасовками и прочим. Им больше не вытянуть. Все, вот это их ресурс. Но, тем не менее, оно сохранило конституционное большинство. То есть, ничего не изменилось. Поэтому все, кто надеялся, что с помощью этого голосования можно что-то исправить, их надежды не оправдались. Надеяться можно, опять же, только на себя, на свою борьбу. И надо прилагать все силы, чтобы развивать вот эти формы борьбы, организовываться в класс. И одно из главных оружий рабочего класса – это забастовка. Поэтому можно агитировать на всероссийскую политическую статью, какими-то политическими лозунгами. Вот если рабочий класс сможет выйти на этот уровень, тогда он сможет и влиять на результаты выборов. И не только на это, но и пойдет дальше. Это позиция нашей партии. Позиция КПРФ после выборов. Вот задача рабочего движения. Вот КПРФ. Прошла кампания. Они вроде прибавили 15 мандатов. Шли они на выборы с программой, которая называлась «Десять шагов». Такая утопическая программа. Голосуй за нас. И вот мы «Десять шагов». И будет у нас новый социализм. Ну, не социализм, но, по крайней мере, мы улучшим капитализм до такого состояния, что все будет жить хорошо. Выборы прошли. Они сделали заявление гражданам России. Где рассказали, что все свои «Десять шагов» они предложили в качестве законопроектов президенту Путину. Он посмотрел, почитал и все их отверг. Поэтому что надо на следующие выборы голосовать больше за нас, чтобы мы были правящие партии. И тогда вот эти «Десять шагов» мы реализуем. А еще, наверное, лучше, если и президент будет избран от КПРФ, который не отвергнет эти программы с «Десятью шагами». Какие задачи для рабочего класса или трудящихся они сейчас ставят? Вы знаете, что нарастает волна протеста, связанная с COVID-ограничениями, с ношением масок, с прививками, с QR-кодами. И КПРФ решила, или получив, видимо, какой-то намек, что надо возглавить этот протест. С одной стороны, они показывают свою оппозиционность режиму, когда начинают организовать эти акции против QR-кодов. Во-вторых, они подбирают под себя различные движения, в том числе и мракобесные какие-то совершенно, так сказать, галтелые под себя, как в какое-то контролируемое русло, да, немножко, набирают очков, готовятся к следующим выбранным схваткам, ближайшие, это президентская. То есть пытаются таким образом набрать очки в глазах избирателей потенциальных. Вот как можно относиться к этой волне протеста? Ну, есть болезнь COVID, многие ее отрицают, наличие вируса такого. Говорят, что это все придумки, выдумки, что вакцина, она убивает людей, как биологическое оружие его используют, QR-коды – это сегрегация и прочее. Почему такие воззрения носят массовый характер? Ну, во-первых, сами власти сделали все, чтобы им не доверяли. Ну, как можно доверять власть, да, когда она манипулирует, и стать данными, и в чем угодно. То есть они манипулянты, и, конечно, когда они говорят, им не очень-то и верится, и не хочется даже верить в то, что делают власти. Даже протест, назло. С другой стороны, вот, мировоззрение. Сама же власть насаждала различные формы идеалистического мировоззрения, начиная от религиозного и заканчивая какими-то философскими концепциями. Ну, идеалистическими. Например, тем же Гегелем. Как философ-идеалист, ну, почему бы нет? Поэтому на фоне вот такого идеализма, мракобесные вот эти теории, они хорошо ложатся, различные теории заговора и прочего. Ну, и, как я говорю, есть реальные проблемы, которые стоят между трудом и капиталом. Класс капиталистов, с одной стороны, класс трудящихся. А нужно разбить вот этот, вот этот, так сказать, фронт борьбы. И вот увести в сторону. И вот вводятся вот такие различные группы за СССР, граждане. Причём за какой СССР? За юридический, который существует и прочее. Вот они все выстают против QR-кодов, подгребая другие различные группы, объединяются, все вместе начинают выступать. Причём объединяются, ведь есть экономическая основа вот этого движения. Есть те капиталисты, которые пострадали при ограничении пандемии, во время пандемии. Это турбизнес, какие-то мелкие различные предприниматели, ориентирующиеся на сферы услуг. Есть и крупные даже транспортные какие-то перевозчики в связи с сужением потока. Им терпят убытки. Они, конечно, заинтересованы, чтобы меньше было этих ограничений, они финансируют всё это. И вот здесь объединяются все недовольные. И капиталисты в том числе. И работники, которые теряют заработок, но они борются против чего? Не против капитала, а против ограничений, в том числе отчасти где-то и разумных. Где-то с перегибами, но где-то и разумные эти ограничения. Многие из различных организаций, называющихся марксистскими, говорят, что найдите, покажите, где Маркс пишет про то, что коммунисты должны поддерживать эпидемиологические различные ограничения. Но Маркс, может быть, об этом не писал, но Энгельс об этом писал. Писал он в своей работе, ну я нашёл, по крайней мере, может, ещё где-то, к жилищному вопросу Энгельса. Он говорил, что кварталы, где живут рабочие в таких тяжёлых условиях жизненных, они являются очагами эпидемий различных. И вот эти болезни, они всё время там есть, они тлеют. Тиф, холера, оспа. И при определённых условиях возникает вспышка заболевания. И эта болезнь распространяется от рабочих кварталов в другие благоприятные кварталы. Ну, более благоприятные, где живут капиталисты. И вот он пишет буквально следующее. Господствующий класс капиталистов не может безнаказанно доставлять себе удовольствие обрекать на эпидемические заболевания рабочий класс. Последствия оборачиваются против самих капиталистов. И Энгел Смерти свирепствует среди них так же беспощадно, как и среди рабочих. Как только это было научно установлено, человеколюбивые буржуа воспылали благородным соревнованием в заботах о здоровье своих рабочих. Стали учреждать общество, писать книги, составлять проекты, обсуждать и издавать законы, чтобы искоренить источники все вознобновляющихся эпидемий. То есть сама буржуазия не заинтересована в том, чтобы были эпидемии. Она, конечно, борется. Но борется она своими собственными методами, и теми людьми, и тем аппаратом, которые у нее в руках. Поэтому здесь, безусловно, есть издержки, перегибы. Но говорить, что она специально, буржуазия, пытается всех умертвить, какой-то заговор создать, но это могут самые только темные слои подтверждать это. Я привел цитату Энгельса к жилищному вопросу, хотя сама работа, конечно, не про эпидемии, а про другое посвящено. Советую ее почитать. А именно в работе Энгельс критикует прудоноскую мысль или предложение о том, что рабочие при капитализме могут иметь в собственности жилье. Речь идет об этом. Не могут они иметь в собственности жилье. А те, которые имеют жилье, там домик с приусадебным участком, они оказываются в еще более худших условиях, чем те, которые не имеют. Почитайте. Это к тому, что стоимости рабочей силы, которую предлагают наши товарищи, они закладывают наличие жилья в собственности и пытаются таким образом решить жилищный вопрос по-прудоновски. Против чего выступал Фрейдрих Энгельс. Рабочая партия России тоже оценивала итоги выборов. У них в ноябре был съезд, и один из выступающих сказал, что посмотрите, на состав Государственной Думы там нет ни одного человека, который представлял бы интересы рабочих. Действительно нету. Здесь он совершенно прав. Только он забыл добавить, что в том, что там нет ни одного рабочего, есть и частичка его труда, в том числе. Рабочая партия России, которая выступала против, отговаривала рабочих от участия в выборах. Поэтому их там нет. И быть не может. Значит, товарищи из рабочей партии России говорили, что все это время, но это в итоге в резолюции съезда, они содействовали развитию классовой борьбы путем идеологического, политического, экономического просвещения. Ну, может быть, какую-то пользу во всем этом процессе рабочая партия России имеет положительные результаты, но есть и отрицательные. Например, идеологическое просвещение рабочих заключалось в том, что буржуазия пришла к власти в 61-м году, за 60 лет не смогла создать настоящих банков, и хотя во всем мире империализм, но в России его нет, империализма. Раз нет империализма настоящих банков и разрушенные заводы, и рабочий класс находятся в таком упадке, то надо сейчас не заниматься подготовкой к совершению социалистической революции, а бороться за коллективный договор. А сама социалистическая революция это перспектива отдаленного какого-то будущего. В этом товарищи из РПР сходятся с компартией Португалии, которая говорит в системе Солиднет, она не участвует, и она говорит, что социализм это отдаленная альтернатива. Сейчас говорить об этом нет смысла. В то же самое время есть и коммунистический полюс международного движения, который говорит, что это ближайшая наша перспектива, и вся работа должна быть построена на том, что социализм и социалистическая революция нужно делать здесь и сейчас. Поэтому вот две разные линии, и то, что товарищи говорят, это никакое не новое, так сказать, открытие. В области политики. В политике я уже говорил, отговаривают, участвуют в выборах, тем не менее, выборы проходят, и надо как-то реагировать, предлагать, либо голосовать за одного, либо бойкотировать, либо что-то надо делать. Мы же не можем закрыть глаза и жить отдельно, так сказать, от общественной жизни. Поэтому товарищи выступали и предлагали, например, по Конституции голосовать за поправки в Конституцию. Поправки какие были? Что-то было как в виде приманки, пряника. А основная цель этих поправок – ужесточение, усиление, законодательное закрепление диктатуры Буржуазии. У президента дополнительные полномочия, у парламента какие-то полномочия, какой-то Совет Федерации, госсовет с непонятными полномочиями. Все вот на это было направлено. И приоритет был поставлен российских законов над международными. Это значит, говорит о том, что российская Буржуазия окрепла настолько, что ей не нужно больше никакое покровительство. И подчиняться она какому-то международному союзу капиталистов не будет и не хочет от него в зависимом положении быть. То есть она достаточно крепкая, сама может определять свой путь. Смысл поправок. Как можно было голосовать за эти поправки, но товарищи, наверное, расскажут сами, если их попросить. по-экономическим. Есть предложение от товарищей заключать коллективный договор, создавать профсоюзы, бороться за шестистосовый рабочий день. Все это хорошие намерения такие. Это делать надо. И за стоимость рабочей силы, только ту, которую они насчитали, она недостижима в условиях капитализма. Ну, тем не менее, позитивные вещи. Однако, у них звучит критика тех предложений, которые выдвигали РКРП, Родфронт и профсоюзы рабочие. Вот здесь надо дать оценку. Один из делегатов сказал, что закон, который предлагал Родфронт об обязательной ежегодной индексации заработной платы не ниже уровня инфляции был реакционен. Может быть, действительно, товарищи правы, это реакционный закон, поскольку, как они говорят, в статье 134 Трудового кодекса содержится реальное повышение заработной платы в требовании ежегодно увеличивать, реально повышать заработную плату. Почему родилась вообще идея внести изменения в эту статью? Потому что, когда обращались в суды и говорили, вот же статья, тут же написано, что ежегодно должны реальную повышать заработную плату. суд трактовал не так, как трактует Михаил Васильевич, а по-другому. Если работодатель проиндексировал заработную плату на 1%, то он выполнил норму закона, хотя инфляция была 5. Если он поднял, не поднял даже, а сделал ежегодную премию 800 рублей, то он выполнил закон. Он же дал разовую премию, теперь заработная плата по итогам года выше стала, выполнил закон. Чтобы исключить, была предложена формулировка, что работодатель обязан индексировать заработную плату не ниже уровня инфляции. Не ниже уровня инфляции. Но внесена была эта поправка через Корейский ЗАГС и поступила в Государственную Думу. Результаты голосования вы знаете, большинство фракций поддержало, популистское такое голосование. Единая Россия участия не принимала депутаты и поскольку неконституционное большинство, то закон получил абсолютное большинство голосов, все почти проголосовали за, но не набрал необходимого числа голосов, чтобы быть рассмотренным в следующем чтении и ушел в архив. И такой итог. Единая, ну понятно, крупный капитал проголосовал против, потому что он посчитал, что зачем ему брать на себя такое время. Не голосовал. Не голосовал. Значит, не голосовал, да. Ну, по сути дела, выступил против этого закона таким способом, изощренным. Может быть, товарищи правы, действительно не стоило вносить этот закон. Вот я посмотрел по медианной заработной плате, экономически, что получается. В 2015 году, когда вносился закон, средняя заработная плата, медианная, не средняя заработная, медианная значение заработной платы было 24 800 рублей. В 2020 году данные медианная зарплата сейчас 32 400 рублей. Индекс инфляции за это время составил она целая, ну почти 0,6%. Если мы умножим медианную зарплату на 1,6, то получим 38 1600 рублей. В реальности 32 400. Если бы закон был принят, то экономически и выполнялся, то медианная зарплата должна, даже на уровне инфляции, была бы 38. Вот он не принял. Выиграли от этого мы или нет? Видно, что мы проиграли. Нет закона. В то же время за этот же период появилось 14 долларовых миллиардеров. Вот кто выиграл. Спрашивается тогда, почему товарищи критиковали и говорили, что экономически рабочему классу невыгодно принять этого закона. Буржуазии невыгодно. Вот есть часть рабочего класса, которая действительно невыгодна принять этого закона. Это рабочая аристократия. Как мы знаем, ее Буржуазия подкупает за счет эксплуатации других отрядов пролетариата за этот счет. И если бы она начала терпеть убытки от того, что будет повышать всем заработную плату, ее доходы уменьшаются, миллиардеры так быстро не растут, то она могла зажать заработную плату рабочей аристократии за их счет ликвидировать эти потери. Поэтому рабочая аристократия не заинтересована в этом законе. Естественно, она будет критиковать эти попытки. Это экономически. Но, может быть, товарищи выступали против политических мотивов. То есть, например, мы говорим, что принятие этого закона обязуются повышать, индексировать заработную плату не ниже уровня инфляции, а мы в ответ обязуемся не бастовать. условие такое. Владимир Ленин говорил, что мы не каждое экономическое улучшение можем поддержать. Если вот это экономическое улучшение куплено, дается в обмен на потерю возможностей свобод борьбы вести, то это реакционное экономическое улучшение. В данном случае в законе не было никаких обязательств, что мы не будем бастовать или не будем делать то-то и то-то. То есть, товарищи в экономическом своем просвещении просвещали не в ту сторону, что предлагает Российская Коммунистическая Рабочая Партия. Какие задачи? Задача, конечно, рабочего класса овладевать всеми способами борьбы. Сейчас выборов в данный момент нет. Поэтому текущая повседневная работа, связанная с экономической борьбой, с организацией профсоюза, но рабочие и так организованы и трудящиеся в разной системе профсоюзов. Есть у нас ФНПР, есть КТР, есть СПР. Задача авангарда класса, да, партии, проводить рабочую политику во всех профсоюзах, помогать организовывать классовые профсоюзы, где их особенно нет, и проводить рабочую политику в существующих профсоюзах. Чем мы, собственно говоря, занимаемся? борьба с оппортунизмом очень важная часть идеологической борьбы. В том числе мы боремся не только с оппортунизмом КПРФ, но и критикуем те положения вредные, на наш взгляд, которые со стороны рабочей партии России мы замечаем. Но они критикуют соответственно нас. Это нормально. Ничего здесь нет. По-товарически критикуем. Есть процесс сложения объединения коммунистических сил в одну партию. Партия это штаб, по сути дела, который дает команды всему классу. Вот этих штабов не может быть много, потому что один штаб принимает одно решение, другой штаб другой, штаб должен быть один. Поэтому очевидно, что все коммунистические силы должны сливаться в один штаб, в одну партию. В РКРП такой опыт есть, объединение с РПК, с КПСС, с российской частью. Сейчас идет процесс сближения с ОКП. Это не значит, что когда объединяется партия, автоматически арифметически складывается. Допустим, в одной партии 100 человек, в другой 50, объединились 150. Это не так. При слиянии, при сложении, при объединении партии какая-то часть не соглашается с этим процессом, и она отпадает. Кто может не соглашаться? Те как раз оппортинистические элементы, которые находятся в этой партии. Если партия объединяется вокруг марксистской программы, правильной, ортодоксального марксизма, то здесь какие могут быть возражения? Если ты не согласен объединяться вокруг этого, не понимаешь, значит не место тебе в этой партии. Но политический эффект тем не менее есть. То есть уходят с арены какие-то группы, партия с названием коммунистическая уменьшается, потому что коммунистическая многопартийность такая, по названиям, она выгодна буржуазии, она распыляет сознание рабочего класса, но трудно определить, какая из них коммунистическая, какая нет. это же надо разбираться, читать, сидеть, смотреть за политикой, смотреть этих партий. Это не так просто, для этого действительно нужно много свободного времени. Что касается выборов, участия, вот буржуазия, я много раз говорил об этом, пытается выбросить партию рабочего класса, и вообще ограничить всякую возможность для трудящихся самостоятельно участвовать в выборах. И вот здесь, на этом поле борьбы, мы должны не сдаваться. У нас был опыт организации классового блока Ротфронт, и я считаю, что задача рабочего класса постараться удержать возможность в публичной политике участия в буржуазных выборах путем поддержки и сложения сил для регистрации этого блока в виде политической партии, поскольку он облегчает это участие. То есть, вот такие задачи рабочего класса, которые мы видим на ближайшую перспективу. Я закончил. Вопросы поступили. Виктор Аркадьевич задает вопрос. Приводите примеры успешной использования парламентских возможностей вашей партии для развития классовой борьбы. У нас было два депутата, как я уже говорил, сам Виктор Аркадьевич и Владимир Федорович Григорьев. Когда Владимир Федорович был депутатом, вы, наверное, помните, было очень жесткое противостояние на Выборгском ЦБК. И именно Григорьев обеспечивал эту депутатскую связь, приезжал туда, оказывал содействие в этой борьбе, когда рабочие впервые в новейшей истории России образовали совет, взяли предприятия под полный контроль и запустили сами производство, показав, что они могут прекрасно обойтись без капиталистов, без хозяина. И тогда впервые в новейшей истории стреляли в рабочих спецподразделения «Тайфун», выдавливало с завода, были рабочие дружины, РКРП, и депутаты от РКРП участвовали в этой борьбе. По линии законодательной Владимир Федорович носил тогда законопроекты о Трудовом кодексе, как раз это в это время было, он активно лоббировал тот кодекс, который писали вместе мы в том числе с РПР в том числе. Владимир Виктор Аркадьевич когда был депутатом, то же самое, вот если практически, он участвовал в борьбе рабочих профсоюзов Порта. Тогда они вышли на коллективные переговоры, стали забастовочные действия, Виктор Аркадьевич оказывал эту поддержку, вышел на связь с ними, участвовал в переговорах с работодателем, прикрывал и публичные мероприятия, не разрешали, я помню, в виде встреч с депутатом тогда еще, такую форму мы использовали, проводили. Ну, а по законодательской деятельности взять, вот это, то, что знамя победы, это как раз заслуга во многом нашего депутата Виктора Аркадьевича. Именно он настаивал, вносил, он организовал вокруг этого. И то, что мы свободно ходим сейчас с красным знаменем, не только 9 мая, в любые дни знамя победы, тоже многого стоит. есть примеры и на региональном уровне, тот же, например, закон об индексации, который вносил наш товарищ. Получилось у Степанова в Карелии, а в насилие и Этманов, он тогда был в Ротфронте, делал много полезного и для Форда, и для МПРА, когда был еще более-менее на таких позициях, сотрудничая с нами. В насилие и в Кирове депутаты, прошло в Карелии. В Думу поступил. Был у нас мандат в свое время, два мандата. Законодательное собрание города Илья Григорьевич Терентьев очень многое делал, возглавлял фракцию и оказывал всяческую поддержку развитию рабочего движения. Ну так, если коротко. Вот это? Да. До выборов в Думу в России пройдет еще президентские выборы. На прошлых выборах президента КПРФ выдвинула кандидатура Грудинина, а Родфронт рабочего, крановщица Кировского завода Лисицына. Как вы считаете, кто действовал правильный, какую тактику следует избрать коммунистам на президентских выборах 2024 года. Действительно, на прошлых выборах президентских мы выдвигали крановщицу Лисицыну, которая непосредственно пользовалась поддержкой своего коллектива, где она работала на Кировском заводе, КПРФ выдвинула Грудинина. не члены КПРФ, но его миллиардер, однако он был владелец предприятия ЗАУ Савкус Ленина. Вот это, видимо, Савкус Ленина сыграло решающую роль в том, чтобы выдвинуть по спискам КПРФ название предприятия. К выборам президента, так же, как и к выборам Госдумы надо подходить. Есть, когда надо бойкотировать, но в основном надо участвовать. Понятно, что те выборы, которые были в 2016 году, на них побеждал Путин. Это было понятно. Все остальные, они выполняли такую роль в создании видимости конкуренции. И мы, когда выдвигали Лисицыну, мы как раз понимали, что победит Путин, но мы должны использовать возможность заявить о Родфронте, призвать к организованной борьбе, не верить ни в каким президентам, настраиваться совсем на другое. Хотя любое, иногда бывает, да, соотношение классовых сил может быть, случиться и изберут кандидата от рабочих президентов. Такое тоже нельзя исключать. И что произойдет тогда? Ничего. Все равно диктатура в Бржайзе останется. Но сама вот эта должность до президента, она позволит более бескромно осуществить переход власти к советам, потому что это возможно, когда класс на подъеме революционной борьбы. И вот сам президент, этот рабочий, распускает парламент и передает власть советам. Но это облегчит переход. Поэтому здесь ничего такого нет в самом участие. Но не в данном соотношении сил. Грудинин шел для того, чтобы побольше собрать голосов. Видимо, КПРФ рассматривает это как некий заработок, возможность получить большие достаточно деньги. Выдвинули они Грудинина. Ни о какой собственной борьбе он не звал. Те же самые программы они писали. В то время выходил еще, я помню, Сурайкин на выборы президента со своей программой «Сталинские удары». А рабочая партия России очень нахвалила программу Сурайкина президентскую. Говорила, смотрите, как хорошо правильно он там написал. Но ведь это же провокатор. Политически что вы делали-то на самом деле, да? Хваля программу Сурайкина, вы, по сути дела, призывали сознательных рабочих, которые вас слушают, голосовали за Сурайкина. Но при этом смеялись, что мы выдвинули Лисицыну. Вот это было очень странно. Это в прошлый раз. Поэтому наша тактика совершенно верная. В следующем году, если не будет противопоказаний от участия в выборах, скорее всего, их не будет, то надо принимать, стараться принимать участие, потому что сама по себе президентская кампания, она гораздо легче, когда нету сил собственных, слишком больших, осуществить участие в выборах, чем выборы в Госдуму. Там один человек, здесь надо 300 набрать кандидатов, оформить все документы по подписям. Когда политическая партия выдвигает на президента, надо 100 тысяч собрать, а в Госдуму там 300 тысяч. Все сложнее. А трибуна выше. Денег на президентскую кампанию там больше получается, на агитацию и проще, выделяет само государство. Поэтому президентская кампания выгоднее. Тем более следующая кампания 2024 года. Мы знаем, что между российской буржуазией и буржуазией Запада очень серьезные противоречия. Обострилась конкурентная борьба, вплоть до того, что сейчас открыто начинает говорить о применении ядерного оружия, о войне, о вторжении, о базах. И делаются заявления, что если Путин пойдет на выборы и изберется президентом, то западный мир его не признает. Он будет нелегитимным, нерукопожатным. Поэтому борьба обостряется. Вот на фоне вот этих противоречий можно даже со слабыми силами проскочить, зарегистрировать своего представителя. Но чтобы его зарегистрировать, должна быть политическая партия, которая выделит представителя, которая может заявить об организации, о собственной борьбе. То, о чем мы всегда говорим. А здесь уже тогда надо час готовиться к этому. Я считаю, что надо использовать эту возможность. Чтобы ее использовать, надо в следующем году регистрировать блок как политическую партию. Иначе по срокам мы не успеваем выдвинуться у человека. На каком количестве промышленных предприятий Ленинграда распространяется газета «Трудовая Россия» и в каком количестве? Значит, «Трудовую Россию» мы делали обзор такой. 37 предприятий у нас охвачено. Количество на предприятии от 50 до на каждом до 400 максимально. Примерно так. Раз в две недели распространяются газеты, ну, как выходит, объем на ленинградской организации 6 тысяч. После по Ленинграду. Ну, в целом, по партии 20 тысяч. Это не очень много. Это мало, но пока так. задача увеличивать газеты и распространять ее шире. Как вы относитесь к мнению, что бойкот выборов является помощью «Единой России»? так вы относитесь к мнению, что бойкот выборов является помощью. Ну, понимаете, вот «Единая Россия», ее задача в чем состоит? В том, чтобы привлечь на выборы свой электорат. Ну, или электорат буржуазии, они для чего 14 партий запустили? Чтобы как можно больше вовлечь в избирательный процесс. Вот эти партии, они не проходят. Их задача увеличить явку вот этого электората буржуазного, который не пойдет за «Единую Россию» голосовать, но пойдет голосовать за другую партию буржуазную с другим немножко названием. Она не проходит, а голоса распространяются, распределяются пропорционально потом вот эти депутатские мандаты. И в основном получает «Единая Россия». В данном случае это КПРФ тоже получило. Поэтому их задача как бы сушка электората, который протестно голосует, против вычеркивает всех, против всех портит бюллетени, снижается уровень легитимности при большом протестном голосовании. и мобилизовать свой электорат, свой собственный разными силами. Поэтому здесь трудно сказать, является ли это бойкот выборов с помощью «Единой России». Это не помощь, но и это пассивная такая позиция. Лучше идти активно голосовать против «Единой России», вычеркиваю ее, вообще вычеркиваю все в данном случае мы считаем. Поэтому люди, призывающие к бойкоту, они не то, что помогают «Единой России» набрать голоса, они просто ничего не делают. не учат действовать слаженно, потому что пойти проголосовать против, вычеркивать все, это поступок. А ничего не делать сидеть дома, это фигу в кармане держать и больше ничего. Пассивная такая позиция. является ли «Единая Россия» большим злом, чем КПРФ? В своих предвыборных роликах Батов не упоминал «Единая Россия», критиковал лишь КПРФ. Понимаете, «Единая Россия» большее зло, чем КПРФ, с одной стороны, потому что она власти, от нее все зависит. опасность КПРФ, что это аппаратистическая сила, которая работает в рабочем движении и разлагает своими, так сказать, призывами рабочий класс или пытается разлагать. Использует фразеологию соответствующую, тем самым она способствует господству «Единой России», потому что не организует рабочих на борьбу, а наоборот. Вводит его в тупик. То есть нужно ли использовать шанс ослабления «Единой России» голосуя за КПРФ? Кто-то действительно так делает, но это ничего не дает. Вы не ослабляете «Единой России» этим голосованием за КПРФ, потому что я же показал здесь, в этих процентах вы что-то меняете немножко в округах она побеждает. Как вы ее ослабите? Ослабить «Единую Россию» можно только развивая рабочим движением. Не билетнем ее надо ослаблять, а реальной организованной борьбой. Вот так мы ее ослабим. Я бы так ответил. Спасибо. Здесь записавшееся наступление. Киркин Виктор Ракайч, пожалуйста. Поблагодарю Степана Сергеевича. Он очень добросовестно подготовился и интересно и полезно был послушать. Тем более, что выводы действительно нужно сделать будущее нам все вместе. Всем левым силам. Я бы на нескольких моментах остановился. Часто спрашивают «Проведите пример успешного использования парламентских методов в той или иной степени именно при взятии власти». Вот как гейт и прочее. начинать надо с того, чтобы большевики взяли власть с использованием в том числе парламентских возможностей. Во-первых, их фракция, будь здоров, как работала в царевой государственной думе, это первое. А во-вторых, тот маневр, который они осуществили в участии в выборах учредительного собрания, уже после революции. Буржуазный парламент избирали и в этой работе в глазах общественности в общем-то разоблачили всю тупиковость этого пути и окончательно закрепили власть за советами. Вот пример. Ну, а отсюда удобно перекинуть мостик, мне так думается, к следующему теоретическому и практическому вопросу. Очень часто, когда мы спорим пух и перья летят, значит, да Владимир Ильич никогда бы не допустил, чтобы там участвовали в выборах президента, потому что это исполнительная власть, так? Или в нынешних условиях, когда выборы превратили в фарс, нечего и подходить к выборам в парламент, в Госдуму и так далее. Я думаю, что если бы Владимир Ильич анализировал те возможности, которые имеются сегодня, наверное, он бы целый ряд вопросов сказал, что, ребят, надо проработать как след. В конце концов, большевики добивались, и в первой программе партии было записано, что добиться всего общего равного избирательного права при тайном голосовании учредительного собрания. это я к чему, что сегодня, сегодня очень небольшая вероятность получения не власти, а большинства в парламенте или должности президента, она есть и премьеры есть. Воронин, который назывался коммунистом, два срока был президентом Молдовы, Венесуэле угощаюсь, вообще героическая личность, так-то это самое, в Южноафрике Джейкоб Зума, да, который сейчас в тюрьме сидит, то есть я к чему приходят левые лидеры, и в парламенте теоретически можно получить большинство левым силам, вопрос в том, что дальше делать, ведь вопрос это не власть, это еще не власть, это пост, и вот как это дело использовать для наступления, для развития борьбы, для закрепления на этих позициях и подготовки какого-то шага дальше, вот над этим надо думать, и конечно это в каждом случае зависит от той ситуации, в котором тебя вот эта удача застала, что ли. Я уже приводил пример, что пробовали мы в 96-м году переговорить с Лукашенко о том, что тебе надо найти опору на предприятиях, трудовых коллективах, ну попробуй, давай классовые профсоюзы, и вот эту линию развивать. Не очень понял, захотел остаться батькой всех, так сказать, белорусов, а всех не получается, все делятся на классы, сегодня вот он там где-то получает издержки от этого процесса. Несколько я не соглашусь с докладчиком, вот, Степан Сергеевичем в том части, где он вспомнил нам про прудона, значит, жилье в собственности и прочее, прочее. Речь о чем идет? Правильно или неправильно этот момент используют при расчете стоимости рабочей силы. Я думаю, что правильно, потому что то, о чем писал Энгельс значит, в 19 веке или начале 20 века под жильем совсем другие вещи он подразумевал. У нас в Питере думать о том, что в те времена рабочий мог иметь жилье, дома стояли доходные, да, или дворцы великих князей, или особняки помещиков, или что-то. Сегодня с развитием производительных сил буржуазия внедрила вот этот момент, когда квадратные метры рабочим, грубо говоря, заставляют приобретать, покупать и прочее. Это их способ существования, получения этой жилплощины. Поэтому значит, я думаю, что при расчете стоимости рабочей силы в качестве пропагандистского инструмента правильно мы используем этот инструмент. Ну и закончить я бы вот чем хотел, что главный вывод это в том, состоит по этим последним выборам, ни одной политической партии, которая бы выполняла наказ пролетарского гимна, своей собственной рукой можно чего-то добиться, не было на политической арене. Не было, потому что нас всех вместе, и РКРП, и Рабочую партию России, и других, вытеснили на задний двор с публичной политической арены легитимность вот этой самой вытеснили. И не только вытеснили, а на эту арену выпустили Сурайкина, Зюганова с лимитом и с медалью Столыпина и прочее, прочее. Вот сейчас надо как-то поднять и договариваться, надо бороться за возможность эту трибуну использовать. То, о чем Степан Сергеевич говорил, блок, надо зарегистрировать, зарегистрировать, на это дело надо идти, иначе помогаем мы им осуществить вот эту обработку умов, больше ничего не делать. И не дожидаясь заканчивая, у меня много недостатков, но есть плюс, я всегда заканчиваю, когда мне говорят, не дожидаясь этих блоков выборов, значит, сейчас есть возможность у левых сил у профсоюзов, особенно система СПР, отличиться. Избрали сейчас президентом СПР депутата Госдумы, да, Делягина. конечно, он еще левоватый, он не марксист, там ничего, но помочь ему, помочь ему в Думе импульс задать на увеличение степеней борьбы трудящихся по широкому спекту возможностей, и индексация, и трудовое законодательство, и конвенции мод, которые там не выполняются, и общедемократические всякие требования, и не скатиться в том числе в антиковидную вот эту эфирику, я думаю, что это задача сейчас профсоюзов и левых сил, поэтому удачи всем в этой культуре. Спасибо. Владимир Владимирович, пожалуйста. Самые лучшие слова докладчика о том, что социалистическая революция дело ближайшего будущего, сегодня, здесь и сейчас, а не отдаленного. Но тот же самый автор в свое время сказал, что высшей формой революции является вооруженное восстание. Он не договорил. Высшей формой революции является и вся общая политическая стачка. Вопрос, есть ли для нее условия объективные, объективные условия есть, есть ли субъективные. Мы мало услышали в докладе о рабочем движении. Очень ограничено оно было перечислено. Профсоюзы, пресловодный вопрос индексации, тертый, перетертый, совсем мало имеющие отношения и к революции, к победе предприятия, и к нынешнему исправлению. Ситуация, не хочется останавливаться на этом отдельно. Одна из игрушек буржуазии, не сказал автор о том, что около 70 предприятий хороший вопрос был задан. На скольких предприятиях Петербурга раздается трудовая Россия, часть этого вопроса на 37, но автор не сказал, что около 70 предприятий по разным городам, крупным в России, Воронеж, Челябинск, Самара, Москва и Ленинград, Тула, раздаются трудовую Россию эти предприятия в целом и не так важно сколько экземпляров газеты они раздают и вообще это не делает дело. Но 70 предприятий России могут быть организованы во всеобщую политическую стачку, если этой работой именно заниматься и если именно главное дело партии предназначено ей делать, о том, что это главное дело партии пролетарской, мы читали у Ленина. Я уже цитировала эти слова, на них останавливаться не буду. Еще второй вопрос о том, какая тактика предпочтительна в приближающихся выборах. Так вот, если бы была проведена стачка всеобщая, не важно удачная или неудачная, не важно сколько предприятий городов было бы в ней задействовано, то она бы партии придала гигантские силы для участия в следующих выборах. Несравненное количество поддержки рабочих, несравненное количество выдвинутых активистов, организаторов, талантливых коммунистов и участников борьбы пролетарской, несопоставимый подъем на новую ступень. И сейчас, когда рабочее движение сводится к знаменитой фразе Ленина «учиться, учиться и учиться», недалее, как в прошлом выступлении Виктор Аркадьевич опять подтвердил, что теоретическая часть борьбы для нас сейчас первостепенная, забыто то, при том, что результатом этого «учиться, учиться и учиться» является «не готовы, не готовы, не готовы». Вы своими глазами наблюдали рабочих, которые отсюда сообщали, что мы «не готовы, не готовы и не готовы 30 лет». Результат «учиться, учиться и учиться». Так вот, учеба и по Ленину есть практика, практика тоже есть разновидность учебы. И когда в войну гражданскую не только, и в войну Великую Отечественную учились практикой, не было времени на изучение теории. И по Ладожскому озеру проводили дорогу жизни и недавно говорили о том, что учились самим опытом, небывалому делу проходили машины по независимой льду, это небывало в истории человечества, гибли учебой, изучали практику. И именно за этим недостаток деятельности РКРП, КПСС. последнее. Хочется, да, недавно юбилей отмечался партии. Заслуг себе партия ставит то, что она сама себя сохранила. Самосохранение партии не является ни целью партии, ни предназначением партии, ни ее главным делом. с удовольствием отмечала партия, что ей всего лишь 30 лет. Всего только 30 лет. В 19 лет партия большевиков совершила великую октябрьскую социалистическую революцию. Ей было 14 лет, так как первый съезд был не до конца оформлен в 1903 году «История большевизма в России». Партия, которая считает себя все еще младенческого возраста, не опоздала ли вообще с самой идентификацией? Итак, участие в следующих выборах было бы обещать быть гораздо более успешным, если партия поднимется до своего названия, поднимется до своего предназначения и исполнит предназначенное ей историей дела восстановления советской власти. Спасибо. Как последний выступающий тема лекции «Итоги выборов Государственной Думы и задачи рабочего движения». То есть, если стоять на почве марксизма, а не ревизии марксизма, то мы должны понимать, что участие в выборах в буржавных выборах в буржавной органной власти не является самоцелем для рабочей коммунистической партии. А есть такое главное направление деятельности, которое должно всегда пополняться независимо от того, есть выборы, нет выборов, участвовали, не участвовали. Это создание советов как форм восточной борьбы, условиях капитализма. Вот Степан Сергеевич в своем выступлении тезисно сказал об этом, но как-то так мимоходом, что у меня создалось впечатление, что все-таки основное направление деятельности Степан Сергеевич предлагает участковать в выборах. Есть же у нас группа сплоченных товарищей, товарищей нельзя назвать деятелей, которые уже много лет этим занимаются, называются КПРФ, ну что делать, бедные кубики. У нас здесь все-таки есть основное и главное направление деятельности. Есть выборы, нет выборов. Есть сейчас забастушки, нет массовых забастков. Все равно этим надо заниматься. И в этом плане хорошо, что Степан Сергеевич вспомнил недавно прошел съезд Рабочей партии России, в это же время там же в Нижнем Новгороде проходило заседание Российского комитета рабочих. Именно эти вопросы обсуждаются. То есть мы находимся еще в начале пути. Вот печально, что вы не увидели этого главного, то что обсуждалось на этих мероприятиях. Но я должен сказать, что такой небольшой перелом произошел в работе Российского комитета рабочих, прежде всего Рабочей партии России. Рабочие пошли. 25% у нас составляет. Это конечно немного, но пошла позитивная тенденция. Раз рабочие, значит они есть на предприятиях, они это проводили в жизни как могли, как у них получалось. Партийную программу. То есть что значит создать забастовку? Это значит увлечь какие-то требования выдвинуть. Составили проекты коллективных договоров, вышинки, иные требования. И пошли по цехам увлекать коллектив. Потому что нужно получить большинство коллективов. И вот первая проблема появилась, которую обсуждали и дальнейшем нужно обсуждать у нас сейчас стало. Как вот эту задачу решить? Какие требования? Да сейчас вот если когда началась эта работа, а я хочу сказать, что пошли уже не просто предприятия, скажем, члены нашей партии уже на крупнейших предприятиях, на Киевском заводе, с чем можно быть там первичной организацией, на Руссельмаше, на стрелитейном заводе в Тюмелье. И вот эта работа дает живую нам материал. Он противоречивый. Но он есть, а раз есть, чего оттолкнуться и идти дальше. Вот на Киевском заводе выходили наши товарищи, сагитировали рабочих. За шестичасовой рабочий день. Не просто заиндексацию зарплаты, повышение зарплаты до уровня, доведение уровня заработной платы, до уровня стоимости рабочей силы. Ну как-то вот массовые рабочие пока только присматривались. А что случилось летом? Неожиданно событие, жара. И вот в одном из цехов все сто процентов рабочих пошли за нашим товарищем, приостановили работу. как удивительно делали. То здесь живой материал появился. Мы должны его обсуждать, идти дальше. Ну вот к сожалению я не слушал сегодня обрекции. Я предложил Павел Сергеевичу поговорить об этом, рассказать как РКРП занимается, организация, забастовок. Тем более, что я привел примеры там есть члены партии, коммунистов, а большинстве это нету. Поэтому спасибо за статистику. скажу, что у нас ситуация пока еще в начале пути. Вот тираж газет у нас 40 тысяч народная правда естественно выпустит из рабочего дела по городу. Такой порядок цифр распространения газет. Много это или мало? Хорошо или плохо? Я могу сказать статистику. Крупных и средних предприятий только промышленности. Я не беру пока транспорт, связи в городе эмиралии 750. Общее количество занятых 340 тысяч не с половиной 70 тысяч. Ну можно сравнить эти цифры. Вот чем нужно заниматься. Прежде всего независимо от того есть выборы нет выборов получается не получается. Спасибо. Здесь поступили еще вопросы и отвечу. Если Путин будет не рукопожатный то разве будет рукопожатным наш кандидат в президенты? Речь идет не о кандидатах а о президентах. есть кто кто сдал выбор? Путин никогда не будет понимаете что делает рукопожатным того или иного сила которая за ним стоит воспринимается как человек за ним стоит определенная сила если сила заставит он будет рукопожатный если нет если она слабая за ним никто не стоит то не рукопожатный что такое медианная зарплата медианная зарплата ну вот есть средняя зарплата когда складываются все зарплаты и тот менеджеров и больше вычисляется средняя она не отражает реальную зарплату трудящихся медианная зарплата это математическое ожидание грубо говоря но 50% людей получают выше это 50% ниже этого значения то есть это средняя для рабочих 50% по численности не по количеству рублей а по численности то есть больше всего людей получает эту зарплату понимаете смысл потом пример пусть останутся средняя зарплата грубо говоря сейчас 56 тысяч а медианная 34 видите разницу об основном если поговорить большинство где-то около этого и получает 50% людей получает именно вот эту медианную зарплату за КПРФ проголосовали примерно в два раза меньше чем за Единую Россию почему так так пропорционально мало места у КПРФ да так я же объясняю есть по спискам есть по округам распределение если по спискам то примерно два раза меньше но вот эти партии которые не проходят они грубо говоря их мандаты которые они не получили вместе суммируются если все вместе просуммируют они бы получили какие-то мандаты и вот эти все мандаты которые они должны были бы получить они распределяются пропорционально набранным голосом и в первую очередь получают кто набрал больше всех то есть они перераспределяются в их пользу поэтому мы видим это соотношение основное это округа почему они и вводят они регулируют правила то вводят то убирают так как им выгодно вот здесь они побеждают пока уверены они ввели эту норму по выступающим хочу поблагодарить всех за замечания за мысли что касается работы Энгиса к жилищному вопросу то он там писал что если бы буржуазия хотела решить женщинный вопрос она бы его решила потому что производительная сила труда уже позволяла в то время построить обеспечить жилье он говорил что она не заинтересована чтобы он был привязан к жилью вот рабочий должен быть мобильный потому что там где-то производство открывается здесь он должен все время перемещаться вот эта задача чтобы у него ничего не было ничего не мешало ничего не обременял он мог мотаться туда-сюда и мы видим как это делается как приезжают мигранты как они живут в этих вагончиках что-то строят здесь вахтовые методы которые приезжают люди на работу сейчас транспорт позволяет конечно иметь где-то наверное точку жилую мотаться но раньше этого не было смысл был в этом а сама по себе концепция жилье в частной собственности она неправильна потому что при социалистическом устройстве общества жилой фонд он должен быть общественным жилье очень важная вещь и она не должна принадлежать как бы в частных руках находиться она должна быть общественной потому что семья все время меняется по численности по количеству им большой семье нужна пятикомнатная квартира а когда один человек живет ему достаточно однокомнатная двухкомнатная правильно то есть маневрный фонд это более эффективное использование жилого фонда чем мы закрепим за кем-то огромную площадь а потом что с ней делать он будет один а кто-то не будет кому-то будет не хватать или надо строить лишние квадратные метры я полностью поддерживаю Виктора еще в том что надо использовать все возможности и не дать вытеснять себя с публичной политики конечно не является задачей рабочего класса обязательное участие в выборах то что Виктор Иванович говорил задача рабочего класса овладеть всеми способами борьбы в том числе и парламентской вот если он хочет быть господствующим классом он должен Ленин он должен вводить всеми способами борьбы что вы его пытаетесь ограничить от участия в выборах то я не могу понять что вам это не дается мы же согласны что нужна повседневная работа и газеты распространять мы это делаем мы не считаем это что-то сверхъестественное это настолько вошло в привычку что даже об этом мы и не говорим естественно что надо работать в профсоюзах что надо стараться организовать забастовки все правильно но при этом недостаток современного российского рабочего движения что он не научился использовать парламентскую форму борьбы пока не научился надо ему помочь научить вот о чем речь идет тем более лекция посвящена именно этому итоги выборов и задачи рабочего движения в преломлении так сказать выборов и будущих что касается выступления Анны Васильевны которая упрекнула что за 30 лет там РКРП не совершила революцию вот Владимир Ильич Ленин на который она ссылалась показывает пример говорил следующее будет революция или не будет зависеть не только от нас но мы свое дело сделаем оно не пропадет никогда поэтому здесь то же самое хочется сказать мы делаем свое дело но это не только от нас зависит тем более вы критикуя нас со стороны сами не не хотите так сказать участвовать в партийном строительстве в партийной работе подчиняться партийной дисциплине вы как свободный стрелок принимайте решение о всеобщей политической статистике учите всех учите всех учите дальше мы идем с вами путем вы с вами спасибо спасибо что дорогие товарищи у нас последнее занятие следующий четверг диалектика познаний и преобразований мира читает лекцию кандидат технических наук Юрков Кирилл Валерьевич так что до встречи до встречи в следующий четверг в следующий четверг по